В эфире Freedom'а Михаил Подоляк, советник главы Офиса Президента Украины. Михаил Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Да, добрый день. Итак, безусловно, важным событием на этой неделе стало решение лидеров ЕС одобрить рекомендации Европейской комиссии об открытии переговоров о вступлении с Украиной Молдовой. Владимир Зеленский накануне этого саммита говорил, что любая нерешительность лидеров ЕС будет победой Путина. Михаил Михайлович, как прокомментируете решение европейских лидеров, позицию тех, кто выступал против, ну и в целом о новом этапе для Украины, переговоры. Тернист ли будет дальнейший путь для нашей страны? Дальнейший путь будет рабочим, потому что главное, это заявлено о том, что Украина является неотъемлемой частью Европы. И да, безусловно, будут технические аспекты, которые необходимо будет решить, будут трансформационные процессы. Имеется в виду, мы же должны стать с вами конкурентами, мы должны быть синхронизированными с точки зрения экономической регуляции, с точки зрения антикоррупции, с точки зрения систем справедливости, и мы имеем в виду в целом правосудия и так далее. Поэтому работа будет, и работу нужно будет сделать. Потому что, опять же, если вы хотите быть в каком-то сообществе, и хотите в этом сообществе эффективно выглядеть, эффективно конкурировать, вы должны быть правильно структурированы с точки зрения своего государства. И это все понятно. Но для меня вчерашнее решение намного более глобально, потому что оно говорит о нескольких вещах. Я бы их отдельно выделил. Первое, оно говорит о начале большой трансформации самого Европейского Союза. Этот институциональный орган, ну или, скажем так, институт стран Европы будет выглядеть более эффективным и более ответственным, что ли. То есть они постепенно будут отказываться от этой практики, отложены к решению, о том, что они с евроскептиками, например, ведут какие-то длинные дискуссии и так далее. То есть Европейский Союз вот этим решением доказывает, что он сегодня готов принимать важные решения. Принимать жестко, опираясь только на свои собственные потребности. И, соответственно, вести дискуссии, конечно же, внутренние дискуссии, он тоже готов, но, тем не менее, если принято решение, то это решение нужно будет исполнять. Это говорит о том, что мы будем иметь гораздо более сильную Европу, сильную Европу, которая умеет защищаться, умеет быстро реагировать на возникающие кризисы и которая все-таки будет говорить о том, что если кто-то из членов организации принял для себя важность того, что вот эти ценности принципиальные, вот эти правила принципиальные, а потом начинает пытаться усидеть на нескольких стульях и играться в игру «Мы здесь что-то возьмем», ну и там тоже что-то возьмем и так далее, то, наверное, эти члены должны тщательно подумать о том, какое будущее они видят, да, в каком будущем они хотят участвовать. И вторая составляющая – это фундаментально важное решение, которое обнулило вот эти, знаете, бравады Российской Федерации, которая почему-то начинала максимально разгонять истерику в отношении Украины, что вот Украина останется наедине, мы ее дожмем, Украину никто не будет поддержать, Украина не будет получать помощь, Украина не интересна никому, она не перспективна и так далее. И это был фундаментальный, еще раз подчеркиваю, пропагандистский элемент нынешней российской кампании. Соответственно, что мы с вами имеем? Мы имеем четкую фиксацию будущего статуса Украины. Украина будет неотъемлемой частью Европейского Союза, а значит вся та концепция, на которой построена война России против Украины, что мы хотим обратно взять под контроль по советское пространство, и Украину мы в любом случае поставим на колени, потому что мы считаем эту территорию исконно русской, а украинцев отсутствующим населением, она не реалистична дальше. Дальше четко зафиксировано, Украина, Россия, два абсолютно разных государства, две абсолютно разных исторических сущностей, и, соответственно, Украина это часть Европы, а Россия это часть, скажем так, территории, которая пытается ослабить Европу, пытается постоянно атаковать Европу, пытается доминировать Европе и так далее, и тому подобное. Поэтому, мне кажется, что это период больших кардинальных трансформаций. Он начался, к сожалению для нас, с полномасштабного вторжения, а до этого все было так консервативно очень, и Россию, вы же помните, Россию не оценивали надлежащим образом после того, что она делала в 2014-2015 году, то, что она делала в 2008 году и так далее. Сейчас, мне кажется, вот эта переоценка действительно уже стала необратимой, и Российская Федерация будет выглядеть по итогам этой войны совершенно иначе. Равно, как и Европа будет выглядеть иначе, равно, как и Украина. На этой неделе Владимир Зеленский с важными визитами побывал в США, Норвегии, в Германии. В частности, в Вашингтоне была встреча с Джо Байденом, выступление перед сенаторами. Вопрос дальнейшей поддержки Украины со стороны США, учитывая внутриполитические неурядицы в Соединенных Штатах. Как он будет решен? Как считаете? И главное, конечно же, когда? Потому что и этим вопросом пользуется российская пропаганда сейчас. Она и будет пользоваться. Спокойно относимся к этому. Работаем в рамках того, что мы должны делать. Это не неурядицы. Это, к сожалению, современный тип политического процесса. Такой достаточно скандальный, спекулятивный, напряженный. Потому что сейчас время быстрой информации. Избиратель реагирует на какие-то яркие картинки. И для того, чтобы иметь хорошие стартовые позиции, ты должен обеспечить эти яркие картинки. Если для Соединенных Штатов такой яркой картинкой является обсуждение вопросов миграции, то есть ужесточать ее или, наоборот, либерализовать все, что касается южной границы, как с этим работать и так далее, то это интересует избирателей. Конечно, партии ведут такую дискуссию. К сожалению, такого типа жесткие дискуссии идут не только в Соединенных Штатах, но и в целом ряде других стран. И опять же, они оказывают определенное влияние на принципиальные внешнеполитические и внутриполитические позиции. И, соответственно, утяжеляют принятие тех или иных фундаментальных решений, важных решений. Но, тем не менее, решения в любом случае будут приняты. Почему? Объясняю очень просто. Да, тяжелая дискуссия. Да, несомненно, нужно проводить какие-то дискуссии с точки зрения важности той или иной внутриполитической составляющей для собственного избирателя. Мы все это прекрасно понимаем. Но, тем не менее, еще раз, и подавляющее большинство представителей республиканской партии, и, безусловно, демократическая партия, и администрация господина Байдена как исполнительная вертикаль власти Соединенных Штатов четко понимает, что инвестиции в размере 61 миллиард долларов, потенциальных 61 миллиард долларов в Украину, это не инвестиции в абстрактную какую-то войну. Это инвестиции в несколько составляющих, очень важных для Соединенных Штатов, определяющих ее внешнюю политику. Первое – это глобальное лидерство. Инвестиции в глобальное лидерство. Второе – это инвестиции в доминирование системы демократии за глобальным столом переговорным. То есть, чтобы… Это инвестиции, и это третье – в правила того, как мир должен существовать. То есть, что должно определять или не определять поведение тех или иных стран. Ну, то есть, грубо говоря, это международное право, международные конвенции – это все то, что делает мир предсказуемым. И, соответственно, это инвестиции в предсказуемое будущее. Наконец, четвертая, очень практическая вещь – это инвестиции в апгрейд американской армии, в апгрейд американской военной стратегии, в апгрейд американской военной науки, в апгрейд, наконец, военных производств американских. Ну и самое главное – это создание рабочих мест. Это деньги, стимулирующие американскую экономику. Опять же, это крайне выгодно. То есть, вы одновременно финансируете собственное глобальное лидерство и одновременно финансируете решения внутриэкономических проблематик. Вот именно об этом господин Зеленский как раз-таки и разговаривал. на разных площадках и в Соединенных Штатах, и, соответственно, отдельно с представителями республиканской партии, демократической партии, отдельно с сенаторами, с конгрессменами и так далее и тому подобное. Поэтому для меня несомненным является, и, кстати, мы сегодня видим, да, решение парламентария американских о том, что они не будут уходить на рождественские каникулы в традиционные сроки, что они все-таки проведут еще ряд дискуссий для того, чтобы окончательно принять решение о необходимости, на мой взгляд, о необходимости финансирования, программ защиты Украины, программ защиты Израиля, программ поддержки Тайваня и так далее и тому подобное. Да, и стоит вспомнить, что на этой неделе также Владимир Зеленский был еще и в Аргентине, и в интервью латиноамериканским журналистам он говорил, что Путин, если и хотел бы завершить эту войну, то мог бы сделать это очень легко. Хватило бы буквально пары слов о выводе войск с территории Украины. Этого, как мы понимаем... Можно я тут ремарку сделаю? Я вот президент абсолютно прав, но он мягче говорит, да, он пытается все-таки, чтобы его услышали и так далее. Я могу сказать жестче. А кто вам сказал, что Путин не заинтересован в войне? Это единственное, в чем он заинтересован. Для него война — это способ существования. Он сейчас, он же войны ведет практически на протяжении всей своей... Там уже пять каденций, да, на протяжении всех своих каденций. Война — это единственный способ ощущения мира, познания мира у Путина. А мало того, что война как способ познания мира, для него очень важно видеть масштабные страдания людей. Он насыщается этим. Он чувствует себя комфортно только когда он видит вот эти тонны видео, хроники, где убивают гражданское население, где пытают гражданское население, где идут массовые разрушения населенных пунктов в Украине и так далее. Это его среда жизни. Нету этой среды, нету Путина. И, соответственно, нету ни одного решения, компромиссного решения. Путин не намерен останавливать войну. Он может проиграть войну. Это единственный способ закончить все, что сегодня мы видим с вами не только на территории Украины, а то, что мы видели в 2014-м, опять же, повторяю, в 2015-м, в Сирии. Посмотрите, то же самое, что с Маринкой, то же самое было сделано с Холмсом или с Алеппой и так далее. Это концепция, это наслаждение войной. И поэтому договориться с Путиным о том, что давайте вы остановитесь уже и дальше не воюйте, выведите свои войска. Это же очевидно. Ну, то есть вы зашли на чужую территорию, убрали свои войска, и, соответственно, война сразу остановилась. Это невозможно. Потому что, собственно, и есть смысл Путина и путинизма, и современной Российской Федерации. Это максимальное воспроизводство насилия, убийств и так далее. Поэтому, еще раз подчеркиваю, нужно на любой площадке говорить прописные... Я понимаю, что это звучит как прописные истины, но тем не менее. Первое. Россия заинтересована в войне. Это единственный способ ее существования. И, соответственно, экспансионизм является единственным инструментом внешней политики России. Второе. Россия может проиграть войну. И только в этом случае война закончится. Все другие случаи будут означать продолжение войны. Сначала это будут оперативные паузы, которые позволяют донакопить ресурс, провести дополнительную мобилизацию, обновить военное производство. И с новым объемом ресурсов, восстановленным, пойти со следующим этапом войны в Украину или дальше в другие страны. Это очевидно. Третья составляющая очень важная. Если мы хотим ускорить финализацию войны, то нужно реально насыщать санкции действенными механизмами. Убрать главное в войне. Это финансирование войны как таковое. Четвертое. Мы не должны продолжать делать вид, что можно с представителями Путина разговаривать на тех или иных площадках. Они что-то будут слышать. Я напоминаю о поездке Лаврова в Скопье, в Северную Македонию, на заседание ОБСЕ, где он рассказывал о том, что они имеют право убивать гражданское население в любой стране. И все остальные молча слушали. Вот такие большие уши у них. Они молча это слушают. И, соответственно, что делает Лавров? Лавров наглеет, продолжает увеличивать вот это промоутирование войны на разных площадках. Поэтому рецепт очень простой. Россия должна проиграть первое. Второе. Россия должна быть максимально изолирована от возможности получать деньги. Я имею в виду не только санкции, но и другие механизмы. Третье. Россия должна быть изолирована от международных институций. У нее нужно забрать право вето, например, и точно не приглашать таких, как Лавров, для промоутирования войны. Россия не должна получать адвокацию, например, через Международный Олимпийский комитет за счет спортсменов, которые приедут, члены команд, которых убивали наших граждан. Они приедут и говорят, смотрите, мы русские, мы гордимся этим, мы режем украинцев и будем продолжать это делать, а вы нам дайте медали. И так далее. Вот это все нужно очень четко фиксировать. И возвращаясь к главному, нету ни одной опции переговорной с Путиным. Вчера он четко продемонстрировал, что война ради войны. Он будет убивать ровно столько, пока не проиграет, ну или юридически, физически не сможет уже ничего там воспроизводить. Михаил Михайлович, ну собственно я это тоже хотел сказать о том, что вчера, даже отвечая на вопрос о мире, Путин не ответил об этом мире. Он вновь вспомнил свои вот эти нарративы о демилитаризации, деноцификации, о нейтральном статусе Украины. И мы понимаем, что в Москве используют любую возможность, чтобы повторить по сути вот эти слова. В Киеве уже неоднократно отвечали на то, что стратегический курс на получение Украины полноправного членства в ЕС и НАТО закреплен в конституции нашей страны. И Владимир Зеленский говорил, что Украина готова стать членом НАТО, но ждет, когда Альянс будет готов ее принять. Может ли Украина рассматривать нейтральный статус в нынешних условиях? Чем это чревато опасно? И как быть с тем, что Альянс может еще годами быть не готов нас принять? Дорогу осилит идущий. По Евросоюзу то же самое говорили. Невозможно заблокировать. Никто не будет принимать решения. Вы не готовы. У вас трансформации плохо идут. У вас сектор справедливости не работает. Антикоррупция у вас зашкаливает. Насчет коррупции единственной страной, которая действительно является адептом государственной коррупционной политики, является Российская Федерация. Незабываемо это. Дорогу осилили. Решение о начале переговорного процесса принято. Дальше точно так же будем двигаться по этой дороге. Теперь, что касается нейтрального статуса. Нейтральный статус – это способ поощрить Россию на вас напасть. Вот у нас был нейтральный статус. Более того, у нас был статус с будапештскими гарантиями нам. Видите парадокс в чём? Будапештские гарантии со стороны России. Ещё раз, там слово «будапештские» есть. Возвращаясь к госпозиции господина Орбана. Так вот, вот этот нейтральный статус с будапештскими гарантиями привёл к масштабной трагедии нашего народа. И, соответственно, вы либо осознаёте это, либо не осознаёте. Я имею в виду, у нас нету с вами ни одного другого варианта, кроме как в рамках коллективной безопасности переформатировать архитектуру безопасности европейского континента, обособить Российскую Федерацию, заставив её проиграть войну. И, соответственно, тогда чётко понимать, что наши с вами дети не будут воевать через 10, 15, 20 лет. Это единственная дорога. Других нету. Ну а главный вопрос – а кто такой Путин? Скажите, пожалуйста, а с чего это этот субъект с дивным, абсолютно отсутствующим уровень развития, имеется в виду интеллектуального развития, вам указывает, должны ли вы иметь армию определённого размера, должны ли вы быть в том или ином блоке, должны ли вы разговаривать на том или ином языке. Кто это такой? Скажите, какое отношение субъект по фамилии Путин со специфическим взглядом на современный мир имеет Украину? Вот в этом и проблема была Украиной, что мы долгое время, к сожалению, после 1991 года не могли выйти из концепции постсоветского союза. То есть мы оставались в таком игривом настроении и продолжали в рамках СНГ сотрудничать экономически с Российской Федерацией, не закрывая полностью границы, не обосабливая себя. Мы продолжали играть в то, что, ну да, Россия же больше, она имеет право там по умолчанию контролировать информационно-дипломатические, скажем так, смысловым образом территории, в том числе территории Украины. Мы же хотели с Россией дружить, да, и так далее. Так вот, на самом деле, это была единственная наша с вами ошибка, потому что, когда вы суверенны, вы суверенны, у вас полноценные границы, вы четко оговариваете те пределы внутренней политики, куда ваши партнеры могут зайти. Вы оговариваете. Вот если мы идем в Европейский Союз, то там очень четко прописаны юридически те пределы компетенции национальных и наднациональных, которые мы получим в рамках Европейского Союза. Это мы имеем право делать, это мы не имеем право делать, потому что это в рамках общих договоренностей. Вот Россия не хочет, чтобы у вас было право определять свою линию поведения. Российская Федерация воюет с нами не потому, что демилитаризация нужна или что-то. Российская Федерация нам прямо с вами говорит и продолжает говорить. Мы будем убивать вас ровно столько, чтобы вы отказались от собственной субъектности, суверенности и стояли перед нами всегда на коленях. Мы будем делать с вами то, что будем считать нужным. Будем определять вашу внешнюю, внутреннюю политику. Будем определять ваш культурный продукт, который вы должны потреблять. Будем определять вашу информационную политику. Все это. И будем определять ваших героев, ваших национальных лидеров. Будем вам формировать политические партии. Вот что Россия на самом деле говорит. И в принципе она, может быть, и могла бы это говорить, если бы там был высокий интеллектуальный уровень. Но вы посмотрите на Путина, на уровень его развития, на уровень его аргументации, на уровень его исторического познания. Это же абсолютно отсутствующий с точки зрения ценности персонаж. Ну имеется в виду с точки зрения управленческой ценности. Вот и все. И соответственно у нас с вами дорога простая. Давайте фиксировать ее. И она уже позитивно выглядит. Смотрите, есть решение о том, что мы будем неотъемлемой частью Европы с экономической точки зрения. Европейский союз. Все, открыта дорога. Двигаемся. Это не абстракция уже, конкретика. Второе. Есть абсолютно точное понимание, что мы можем быть абсолютно полезны коллективному безопасностному контуру, институту под названием НАТО. Потому что НАТО переформатируется тоже. И соответственно, имея тот опыт большой войны, которого ни у кого нет, Украина будет максимально эффективно внутри, доминировать внутри этого союза. Да, с точки зрения военных производств будут доминировать другие страны. С точки зрения консультативных каких-то управленческих составляющих могут доминировать разные страны. Но с точки зрения непосредственно исполнения как такового доминировать будет Украина. Более того, НАТО заинтересовано в членстве Украины. Да, они еще не готовы сделать последний шаг. Но они его сделают точно так же, как Евросоюз. Они решат внутри себя, потому что, еще раз подчеркиваю, я вижу абсолютно скоростное созревание европейских, американских политических элит, несмотря на то время, в котором мы находимся. Ну и, наконец, третья составляющая. Исторически предопределенные события сегодня, которые звучат следующим образом. Советский Союз окончательно умирает. Соответственно, те страны, которые не являются адептами Советского Союза и никогда так и не являлись, как страны Балтии, как мы с вами, как Молдова тоже, они начинают возвращаться. Ну, кто-то уже вернулся, как страны Балтии. Мы начинаем возвращаться очень быстро в ту семью, членами которой мы всегда должны были быть. Европейскую семью. Российская Федерация будет абсолютно отсталой технологической никчемной страной, которая не будет иметь того права голоса, который она имела в глобальном миропорядке в течение последних 30 лет. Я не беру советский, я беру именно Российскую Федерацию. Ну и, соответственно, границы будут четкими, фиксация культурных различий между нами и Россией будет четкой, и, соответственно, субъектность наша будет беспрекословно соблюдаться в том числе Российской Федерации. Михаил Михайлович, Путин в заключении вчерашней прямой линии ответил на вопрос российского пропагандиста, и вопрос этот звучал так, чтобы вы сказали Путину образца 2000 года. Путин ответил, что верной дорогой идите товарищи. Михаил Михайлович, как вы считаете, куда приведет дорога, эта дорога Путина, да и долог ли еще будет этот путь? Путь будет не долог, это очевидно, а привела она уже к конкретным последствиям. Россия сегодняшняя и Россия в 2000 году, это две разные России. У той были шансы, постельцинские шансы, да, выглядеть действительно глобальной страной, пусть она и была не совсем полноценна с точки зрения технологического развития, но тем не менее, стать глобальной страной, которая определяет глобальные правила, то сейчас Россия выглядит как такой примитивный изгой-карлик, да, который портит всем жизнь просто. Репутация обнулена, многие рынки потеряны, количество людей, которые погибли в непосредственной войне, а Россия продавала это как свой главный козырь, армия, армия, на каждом углу просто бегали, орали, бойтесь наших искандеров, да, обнулена. И, соответственно, конечно же, русский культурный продукт обнулен, ну, не везде, к сожалению, и не в полном объеме и так далее. Историческая миссия России обнулена, и сейчас, вот, смотрите, после правильного финализации этой войны, после правильного окончания этой войны, многие во многих странах начнут делать ту работу, которую должны были делать давно. Они начнут переосмысливать, что такое реальная история России, что такое реальные исторические персонажи России, что такое реальное влияние русского культурного продукта, что такое реальный русский культурный продукт. Это очень важная трансформация. Вот Путин привел к главному результату, к уничтожению всего того, что в течение, там, 300 лет Российская империя сначала, потом Советский Союз, потом, опять же, Российская Федерация вкладывали в формирование вот такого глобального статуса России. Мудрейший человек, я сейчас сарказмом говорю, да, или талантливейший, вернее, человек Путин, который в считанные три дня, да, он же три дня хотел, в считанные три дня обнулил все, что там 300 лет нарабатывалось Российской Федерацией. То есть вся та ложь, а любая страна там пытается как-то иначе выглядеть с точки зрения исторической ретроспекции или с точки зрения ситуативных влияний, вся та ложь была обнулена, или, вернее, голый царь был предъявлен в полном виде. Вот и все. А как считаете, к россиянам придет осознание того, что сделал Путин? Ох, как мне нравятся ваши иллюзии. Смотрите, 10% в лучшем случае осознают все это и на какое-то время получат даже шанс сформировать слабую демократию в России, как было в 91-м году. Вы помните, да, там первые первичные «Новый мир» журнал с публикацией «ГУЛАГа», архипелага «ГУЛАГа», «Огонек» Коротича, который в то время описывал все, что касалось диссидентского движения и так далее. Это конец 80-х, начало 90-х. И, соответственно, вот определенная группа людей смогла построить демократию, смогла провести первичные выборы. Ельцин стал президентом Российской Федерации. И была вот такая легкая конкурентная политика. А потом что произошло? Реванш черносотенный. Черносотенный реванш. То есть все те, которые затаили злобу, все те, которые испугались падения памятника Дзержинскому возле Лубянки, все они потом скомпенсировали через Путина все свои страхи. Растоптали этих 10% людей. Убили кого-то, как ту же Политковскую или Старовойтову. Кто-то был просто отравлен, кто-то исчез в небытие, кто-то был убит прямо на Москворецком мосту, как Немцов и так далее. Вот это ждет Россию. Повторный еще раз заход на следующий, тот же спиральный круг. То есть будут лидеры, 10%, которые осознают и пройдут через покаяние. Они сформируют какую-то легкую демократию на какой-то промежуток времени. А дальше опять реванш, опять черносотенцы, опять некая реинкарнация чего-то подобного Путину. Потому что они всегда любят выбирать максимально отвратительных персонажей в качестве своих паханов. Посмотрите историю Российской Федерации. Для нас с вами вот этот период, который мы не использовали в начале 90-х, нужно сейчас использовать. То есть нужно будет перестроить свое государство. Нужно будет полностью интегрироваться в европейское единое пространство. И военное, и безопасностное, и политическое, и культурное, и экономическое. И нужно будет построить фундаментально мощные границы. Понятно, с вооруженными силами, с другим военным производством, с абсолютным обособлением от коррупционных составляющих, традиционных для российской внешней политики и так далее, и тому подобное. Вот. То есть я бы не надеялся на то, что Россия будет какой-то другой через 50 лет. Она всегда будет идти по одному и тому же заколдованному кругу. Легкий промежуток короткого просветления, 10% покаявшихся, а 90%, которые люто ненавидят и эти 10%, и все окружающие страны. Михаил Михайлович, спасибо вам большое за этот разговор. Спасибо. Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины, был с нами в эфире «Фридема». До новых встреч. Всегда рады. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале «Фридем». «Фридем» – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании. Субтитры создавал DimaTorzok